добрый день добрый день дорогие друзья с вами капля и продолжение сериала о свободе в политике любая система правления включаем анархическую подразумевает что кроме собственно самого монарх этом президента будут некие должности будут некие посты или ключевые места влиятельные места которые будут определять политическую жизнь политические реалии нашего государства и у нас есть право абсолютно у каждого человека занять какую-то из данных должностей быть выбранными и здесь существует недопонимание у многих людей они говорят как же я могу быть выбранным если там наверху все за меня уже решили но выборы производятся по двум векторам первый вектор это выборы снизу то есть когда выбирает народ он говорит вот этот человек вообще-то молодец он себя ведет очень хорошо очень правильно и он специалист в своем вопросе и так далее но здесь есть одна маленькая проблема вы обратили внимание на то что когда вы смотрите выборы абсолютно в любой стране акцент делается на две вещи это какие-то политические экономические профанации когда он говорят зарплата будет 1000 долларов мы победим инфляцию мы сделаем то-то 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 но если вы зададите этим людям вопрос как вы собираетесь это делать он будет пудрить мозги это называется популизм мы на самом деле с вами абсолютно не знаем насколько компетентен например министр финансов нашей страны причина очень проста мы не разбираемся в экономике поверхностно и я бы даже сказал очень поверхностно а знаете кто знает я думаю знает тот кто выбирает сверху я могу вам так сказать если я человек ответственный за свою семью мне нужно починить например унитаз я обязательно буду узнавать и искать того кто наилучшим образом это сделает я буду спрашивать мнение специалистов если я сам не разбираюсь я найду по моему пониманию лучшую кандидатуру и в демократических странах так и работает мы выбираем популиста который впоследствии выбирает все остальные должности и если страна выбирает чиновников среднего и даже высшего звена снизу то скорее всего мы ошибемся потому что мы выберем популист нам нужно чтобы была вот такая смешанная система но тем не менее если мы с вами хотим занять какую-то определенную должность нам нужно не родиться в нужной семье нам не обязательно быть в иметь определенные какие-то супер способность я думаю что нам нужно быть человеком хорошо разбирающимся в собственной области и и тогда нас обязательно заметят и обратил внимание на то что достаточно большое число придворных даже советников это были люди из простого народа которые в определенных областях необходимых государю были достаточно неплохи все мы например знаем имя знаменитого русского премьера столыпина мы должны четко понимать у нас есть право чтобы нас выбрали но чтобы нас выбрали нужно сделать хотя бы одну вещь нас должны заметить когда будут спрашивать когда царь начнет спрашивать кто лучший в области там не на архитектуры и он будет спрашивать у архитекторов они скажут вот этот человек он лучший и когда за вас проголосуют пять десять человек из 15 то вас выберут так происходит выбор никогда вы светитесь на телевидении и разбрасывайте обещания которые никогда не сможете сдержать итак если вы хотите реализовать собственное право быть выбранным станьте человеком который в этом что-то понимает какой-то славе